Варна, у нас идёт снег. 7 февраля, видите, снежинки. Вот обещали снег, он идёт. Вот, даже на машину нападала. На стекле видно. И на заборе уже даже слой снега лежит. В общем, у нас похолодало. Ночью и мороз был. Вон, даже лёд образовался. Оделась я тепло. Тем более, что иду на кладбище. Иду на кладбище, потому что Ваню позвал. 7 февраля, дата значительная. Не только для Болгарии. Пошла, потому что, чтобы по-настоящему быть, Надо знать и помнить. Помнить свою историю, свои традиции, Своих героев и обычных людей, Которые были до нас. У меня было, исполнилось, 7 лет. Когда был такой фильм, Капитан Петку Войвода. Я смотрел, я стал... Водушевился. Я воодушевился, я стал большим поклонником этому герою. После Русско-Торецкой освободительной войны Он был награждён русского императора Семени в Киевской губернии. Капитанут русские армии. Да. Русские армии. И он жил в Киевской губернии, Скажем, около один год. А потом продал всё, Потому что он соскучился по Болгарии. Ване, у меня уже есть два видео на канале. Посмотрите, если вы их не видели. Ну а сейчас вернёмся к рассказу Про 7 февраля. Это центральное городское кладбище Вармы. На болгарском называется. Интересно. Гробиштен парк. Стоянка машин прямо здесь, внутри. Потому что больше негде. Когда кладбище засдавалось, Оно было на окраине города. А сейчас оказалось, Можно сказать, прямо в центре. Рядом, вон какой огромный Современный торговый центр построили. Гранд Моу. А мне от входа сразу налево. Вот сюда. Где народ уже собрался. Седьмого февраля в 1900 году Умер великий болгарин. Известный как Петко Вайвода. Или капитан Петко. И мы сегодня собрались почтить память этого человека возле его могилы. Почти все 55 лет своей яркой жизни он отдал борьбе с Османской империей. За свободу и спокойную жизнь болгарского, греческого и турецкого народа. Непонятно. Почему-то военная полиция не дает свободно снимать. Вот и Ваня говорит, что ему тоже не разрешили. И как всегда, с женщинами полицейскими договориться значительно сложнее, чем с мужчинами. Но русского блогера просто так не остановишь. Тем более, когда он женщина. Вот забралась на забор. Спряталась за кустом. Замаскировалась. И все-таки снимаю. Это необычный такой для нас момент. В знак уважения памяти Петко Вайвода все присутствующие присели. И офицеры, и священнослужители, и представители власти, и консулы русские, итальянские. Да, вот все присели. Но за исключением тех людей, которым это трудно сделать физически, тогда они просто склонились. А я вот на заборе вешу. Когда Петко было 17 лет, турецкие военные убили его старшего брата. И с тех пор он с оружием в руках начал бороться против владычества турок. Молодой Петко очень быстро становится национальным героем. Слава о нем гремит по всем Балканам. Ему было всего 20 лет, когда в 1864 году греческий революционный комитет, готовящий восстание на Крите, пригласил его пройти обучение в военной академии в Афинах. В Афинах Петко встретил Джузеппо Гарибальди и вместе с ним организовал Гарибальдийскую дружину, состоящую из итальянцев и болгар. Они вместе участвовали в критском восстании и боролись за национальную свободу Италии. О теплом отношении итальянцев к национальному герою Болгарии говорит тот факт, что памятник ему стоит в Риме, рядом с памятником Джузеппо Гарибальди. И каждый год в день памяти капитана Петко итальянский консул от имени своей страны возлагает венок на его могилу. От почетно-то консулство на Италия-Ваварна. А российский консул возлагает венок от благодарной России. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов отряд Петковой воды, насчитывавший около 3000 человек, активно действовал в турецком тылу, тем самым помогая армии российской. За заслуги перед Россией император Александр II лично произвел Петковой воду в чин капитана российской армии и наградил его Георгиевским крестом, а также подарил большое имение в Киевской губернии. Официальная церемония завершается гимном Болгарской республики. Но когда ушли представители власти и дипломаты, стало понятно, что это действительно очень значимый день для десятков людей, собравшихся здесь. Это на память капитанта Петковой вода. Благодаря. А какво... то и... Жито. Жито? Жито, когда... Ваминают. Так. Так уж сложилось, что каждая эпоха переписывает историю на свой лад. И в этой связи, мне кажется, очень важно, что в сегодняшней Болгарии есть немало людей, для которых Петковая вода является символом национального единства, национальной свободы и самостоятельного развития, а также символом дружбы и единения болгарского и русского народов. И тервули? Да. Задолжительно. И пистолик. Пусть им в Ютуб. Пусть боятся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...